всем приветики купил для своего нового телефона сяоми t13 чехол защитой для камеры для меня это было главное что было защита потому что по сравнению с моим старым телефоном камера здесь огромная если здесь было было чехол книжечка и камера была там утопленной сложно было ее достал чем-то зацепить то здесь наоборот сложно чем-то не зацепить то есть если в кармане будет еще и ключи лежать с телефоном то точно могут железякой что-то поцарапать а так ты крышечку закрыл все проблем нету и для меня это было главное он правда как бы минус в нем в том что вот эта часть задняя пластмассовая вот хотелось бы чтобы она тоже была резиновая вот как эта часть боковая то что бок резина задняя крышка пластмасса во первых она бы даже если упадет больше бы амортизировала и не так сильно бы изнашивалась потому что получается вот эта штука тоже пластмассовая и она вас фиксируется в открытом положении защелкивается и в закрытом там есть такая вот защелочка и видно что она уже начинает стираться оси было бы резиновая она бы не стиралась может быть и стиралась но явно бы что мы медленнее так получается когда она сотрется придется либо новый чехол покупать а он стоит как как три таких чехла вот либо сюда что-то думать может быть капельку клея капнуть набрать супер клей шприц и капнуть сюда чтобы небольшой бугорок появился и тогда может быть она заново будет держать но это тоже нужно чтобы она аккуратненько все такое чтобы получился тоже такой бугорок аккуратный но эти два бугорка не от сверху снизу она защелкивается либо открыто либо закрыто ну и она немножко болтается как будто эта штука и она как бы гремит но в целом камера защищает это главное альтернативы пока что нету то есть я смотрел это единственный чехол который может защитить камеру у остальных она открыта а я хочу чтобы она была закрыта да и вообще прикольно выглядит как раньше вот был сонерик санка 750 там тоже такая штурочка там же на аппаратном уровне было пластмасска такая над камерой ездила это было круто почему здесь в современных телефонах тоже с такими большими камерами с камерами не придумают такую штучку который будет стандартно в телефоне открываться закрываться было бы круто вот чехла бужи тогда были бы с вырезом под эту штучку который было в телефоне но так вам как бы удобно лежит в руке такой про резину как бы да здесь такие выемки которые но не дают пальцу скользить а вот сзади сразу наоборот она как-то вот пальцы по этой штуке наоборот хотят скользить в целом привыкаешь и в теперь но плюс у насчет затирается немножко сразу на какой-то более гладкая потом она от времени по затирается уже не так скользит ну и в отзывах читал что если упадет телефон это пластмасска может повредиться и она начинает общение закрываться но у меня он пока что не падал и мне пока все нравится и плохо чего что здесь кстати дырочки почему нельзя было сделать что что полностью было с такой штукой закрытом так если какая брызг попадет то туда полетит и иной в принципе пыль всякая вот но так в принципе нормально чехол лучше чем стандартный вот он стандартный правда стандартный может он весь из силикона и гнется а этот получается сзади пластмасса здесь резина и она очень тугая на практически вот не гнется в него легко засунуть но с него тяжело достать и как бы тоже здесь есть углубление получается вот когда закрываешь до камеры еще где-то миллиметра два расстояния и даже если открыто он будет лежать где-то то в принципе он будет лежать на подъеме то есть вот если положить это все равно будет вот зазор подъема в принципе как и в стандартном чехле который идет в комплекте то есть положить куда-то то в принципе это будет даже не на вернулся не так а вот так это будет такой вот подъемчик что в принципе надо стандартный чехол тоже защищает если но не прямо лежит то есть не вплотную то есть не вот так то есть камера не ноги тронется но все равно если в кармане с какими-то ключами то они по-любому вот ударит по камере ну так что но доставать прям тяжело реально ну прям сложно очень сложно то в принципе наверно нет смысла доставать просто я могу показать как она выглядит в закрытом состоянии вот так что когда закрыта камера прямо в полностью защищена вот но вставляется легко то доставать сложно вставляется без проблем хлоп все село но и вот защелкивается здесь и здесь два щелчка поставляется в таком чехольчики это продавец наклеил вот она от фирмы нилкин подходит для трех типов телефонов вот защита от китайской фирмы здесь даже есть код что проверить на сайте перебраса проверяешь он говорит да действительно это наш продукт а второй раз говорит а я уже проверяли и показывать дату и там дата ну да когда первый раз проверил и время даже ну правда время там вообще неправильная но надо правильно вот так что хорошая фирма хорошо что делать такие чехлы потому что кроме них вообще нет чехлов которые могли бы защищать камеру а так я бы хотел чтобы вообще полностью все было резиновое не только бога и задник и вот эта штука вся резиновая была бы вот так что такая у меня покупочка которая может защищать камеру я теперь когда иду и свою телефону в карман спокойно что с камерой ничего не станет а когда этот телефон сувал в карман ну когда такой с таким чехлом сувал в карман всегда думал сейчас вот там какие-нибудь кармане найдутся крошки пыль которая вся эта насядет не кстати реально когда достаешь камеру с кармана она потом может быть вот вся в пыли и ты перед чем тем как фоткать просто дуешь на нее что пыль слетела а если сильно запылится тогда вообще надо протирать будет чем-то ну короче неудобно а так вот закрыл все она у тебя всегда чистенькая перед фоткой открыл сфоткал закрыла все эта камера всегда в безопасности в чистоте но единственно что из-за того что здесь не идеально все закрывается но не герметично все равно какие-то могут соринки пылинки попадать ну типа песок там все такое потом открываешь и здесь какая-то мань мелкая пылька есть но все но не так это лучше чем когда она прям полностью открыта так что такая вот у меня покупочка такой чехольчик крутой я им доволен пока что ну она и надеюсь что часто его покупать не придется потому что все такие он стоит в 3 дорого чем силиконовый чехол и от падения в отзывах пишут что на портится ну пока что не падал все хорошо будем надеяться что так будет и дальше если он хотя бы полгода прослужит то в принципе норм год хотелось бы а там если через год заменить то в принципе нормально вот ну а на этом все всем покидала